Именные часы из рук главы государства. Алмазбек Атамбаев сегодня наградил лучших журналистов Кыргызстана. Это произошло в преддверии профессионального праздника работников СМИ Дня информации и печати. Среди награжденных и сотрудники КТРК. Канад Канеметов продолжит тему. Белый дом, седьмой этаж, в зале известные лица, журналисты, которые практически ежедневно мелькают на экранах телевизоров. В преддверии Дня информации и печати Алмазбек Атамбаев издал распоряжение о награждении за вклад в развитие отечественной журналистики. Джумабекова Джилдыс Имангазивна, шеф-редактор телеканала «АЛАТО-24» Общественной телерадиовещательной корпорации. Именные часы из рук президента получила руководитель круглосуточного телеканала «АЛАТО-24» Джилдыс Джумабекова. Если говорить об эмоциях, это очень волнительный и очень важный день в моей жизни, поскольку такая награда на высоком уровне, она, естественно, предполагает какое-то волнение. Я очень волновалась, я очень радовалась. Вместе со мной волновали все мои родственники, мои близкие. И, конечно, это очень важный день, тем более, что в канун день информации и печати. Но я думаю, что это награда нашего коллектива, новостного канала «АЛАТО-24». Если бы не было слаженной работы, не было бы профессиональной команды коллектива «АЛАТО-24», этой награды тоже не было. В эфире программа «Итоги недели» в студии Джилдыс Джумабекова. Здравствуйте. Она еще и автор аналитической программы «Итоги недели», которая выходит каждую субботу. Под ее руководством и весь коллектив круглосуточного телеканала. До недавнего времени «АЛАТО» была лишь новостной службой в составе общественного первого. Теперь это отдельный телеканал. Именно мечесами наградили и другого руководителя КТРК, главреда новостного «Беринчи радио». Известие о том, что меня награждает лично президент, стало для меня большой неожиданностью. С другой стороны, это большая гордость. Информация – это серьезное оружие. Когда политическая ситуация накаляется, важно давать сбалансированную и выдержанную информацию. Это правило. Именных часов удостоился также директор национального информагентства КАБАР, известный журналист Кубанышпек Табалдиев. Надеюсь, что эта награда была заслуженно получена, заслуженно вручена нам. Надеюсь, что это будет продвигать нашу работу еще больше, чтобы как-то стимулировать и будет действовать на нас как аванс. Такой же награду удостоились коллеги из пятого канала «Возрожденные пирамиды НТС ЛТР». Денежные премии в размере 70 тысяч суммов награждаются авторы ряда медиапроектов. Сертификат больше чем на тысячу долларов получили авторы известных телепроектов страны. Коллеги из КТРК тоже попали в список награжденных. Их проект «КТРК Кирбины» признан лучшим. Эльза Джайлюбаева и Аделет Чубаков рассказывают о жизни простых, но очень интересных людей и пробуют делать то же, что и они. В поисках интересных героев они объезжают республику вдоль и поперек, несмотря порой на отсутствие элементарных удобств. Фанаты своего дела. Мы вчера были в Казармане на съемках. Когда узнали, что нас награждает, тут же примчались в Бишкек. Очень рада награде. Никогда не стремилась к этому, но очень счастлива. Я, Джеки, журналист. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Проект мы снимаем месяцами. Иногда бывает, что все наше время уходит на дорогу. Очень тяжело до изниможения, но проект очень интересный. Мне нравится работать в таком ритме. Сертификат на 70 тысяч сомов получил и автор познавательной телепередачи на пирамиде «ТВ Агра». Отображаем деятельность фермеров на полях. И в то же время через нашу передачу мы поднимаем проблемы, которыми встречаются наши фермеры, выращивая тех или иных культур, сельскохозяйственных культур на полях. «ТВ Агра» – передача, посвященная проблемам сельского хозяйства. Автор, он же и кандидат сельскохозяйственных наук, делится с крестьянами секретами мастерства. Рассказывает, что нужно сделать, чтобы увеличить поголовье скота, ну или повысить урожайность. Наградил Алмазбек Атамбаев и газетчиков. Сертификата удостоились представители авторитетное дело «Номер» и кыргызоязычных газет. «Поснову своей газеты мы положили, это в первую очередь борьба за справедливость». СМИ, как представители четвёртой ветви власти, выполняют возложенные на них обязательства. Самое главное, мы должны работать в интересах нашей Родины. Алмазбек Атамбаев поздравил журналистов с предстоящим Днём информации и печати. Он признался, что для него важна каждая встреча с журналистами. Иногда, правда, очень резко, но пытаюсь сказать об одном, что это век, век информации. Не зря же говорят, кто владеет информацией, владеет миром. И больше того, это уже мир, виртуальная реальность. Когда подделываются даже телевизионные съёмки, не только какие-то факты передёргиваются. И надо помнить об этом, что информация, средства, массовая информация – это тоже оружие. Уже не говоря о том, что слово – это само по себе очень страшное оружие. Оно, конечно, может и поднять человека, вселить надежду. Как помните, в школе мы учили глаголом «жечь сердца людей». Но словом можно убивать, это наглядно видел на своей матери, на своём брате в прошлом году. И словом можно лечить человека, вдохновить на любые подвиги. Раз информация – это оружие, то его сейчас используют все влиятельные силы, в том числе и геополитические игроки, размещая свои информационные ресурсы практически во всех точках планеты. В этой связи глава государства призвал пишущую братью на первое место всегда ставить интересы государства. У каждой из больших стран своя геополитическая игра. Они это прекрасно знают, и поэтому они не жалеют денег на средства массовой информации. Намного легче через средства информации, тем более в наше время, без войны, без пролетия крови, какой-то вопрос вплоть до смены правительства какой-то в стране решать. И это, конечно, очень страшно, потому что все мы прекрасно знаем поговорку, «Кто платит, тот заказывает музыку». И под какими красивыми названиями не прятались некоторые средства массовой информации у нас, я об этом недавно разговаривал и с заместителем госсекретаря США, но задача совершенно обратная. Совершенно обратная. Восстановился глава государства и на теме конституционной реформы, которую ярые противники пытаются преподнести как попытку Атамбаева остаться у власти. Ничего подобного, заявил президент. После окончания срока он намерен отойти от дел, заняться личными делами, творчеством. Сегодняшняя конституция, слушайте, если я захотел бы, поверьте мне, это конституция, по которой президент может решать все и остаться навсегда. И для того, чтобы этого не было, президент ее меняет. Создает защиту для государства, защиту от дурака, скажем так, какого-то, не дай бог, дракона, которого люди могут проглядеть. И поэтому, конечно, руководители США, вот когда у меня был госсекретарь или зам, понимают. Но в то же время, я говорю, если вы это понимаете, почему тогда под видом поддержки демократии вы финансируете совершенно обратные вещи? Да потому что на нашу судьбу, на нашу страну абсолютно наплевать многим большим странам. Как бы они красиво не говорили, это наша страна, она только нам нужна, только нам. Это надо помнить. Одна из главных целей конституционной реформы – наведение порядка в правоохранительных органах, которые только и заняты тем, что кошмарят бизнес. После референдума вмешиваться в дела бизнеса не сможет ни один силовой орган. Я сегодня хотел бы еще одну вещь сказать, очень важную. Я теперь могу сказать, я открыто не говорю, потому что это тоже большие силы. Но после проведения референдума у нас будет совершенно другая страна в еще одном плане. У нас смогут проверять бизнес только налоговая инспекция. А ведь среди нас сидят представители некоторых средств массовой информации. Дело номер прекрасно помнить, что, ну, ведь лезут все, кому не лень. И ГКНБ, и прокуратура, и МВД, и любые госорганы. Вот после референдума мы сделаем так, что силовики будут контролировать только друг друга и чиновников. Пусть сажают друг друга, если замешаны в коррупции, министров, депутатов, судей. А бизнес, в том числе и средства массовой информации, должны проверять только налоговые инспекции. Алмазбек Атамбаев объяснил, почему его речи почти всегда эмоциональны. Глава государства редко выступает по бумажке и предпочитает говорить то, что у него на душе. Зачастую открыто, без обедников. Я хотел бы вам одну вещь сказать. Я об этом впервые говорю. Я всегда выступаю эмоционально. Это правда. Потому что я по митингам знаю, что пока ты не скажешь через сердце, да, это тяжело для сердца, но ты не зацепишь людей. Но когда я что-то говорю, я над этим обычно очень долго думаю. И если я о чем-то говорю, поверьте мне, обязательно есть, конечно же, и оперативная информация, и часто есть уже и документальные данные, которые будут подтверждены. И для меня это тоже большая трагедия, когда люди с виду белые и пушистые оказываются, да нельзя, страшными. Когда думаешь о том, что кто-то умирал за страну, и в это время другие люди уже думали, как раздербанить страну. Глава государства отметил, что несмотря ни на что в Кыргызстане должны быть очень сильные средства массовой информации. Их должно быть как можно больше. Также должно быть очень сильное гражданское общество. Наша сила именно в этом. Потому что сегодня, как 5-6 лет назад, нельзя представить, чтобы кто-то ходил и гордился, что он наворовал миллионы. Или тут ходил уголовник, как в 2007 году предъявлял какие-то ультиматумы. Или какой-то дурачок, чтобы на забор белого дома лез. Это уже невозможно представить. Потому что страна меняется не то, что с каждым годом, с каждым днем. С каждым годом, месяцем, неделей и днем страна меняется. Это совершенно другие люди. Я, когда встречаюсь на местах с людьми, это совершенно другие люди. В качестве примера изменений в стране Атамбаев привел опубликованный индекс процветания британского аналитического центра Легатум Институт. В нем измеряется рейтинг благополучия и процветания стран. Кыргызстан, согласно этому индексу, занял 77-е место, обогнав не только всех соседей, но и почти все страны СНГ. И когда я встречаюсь, пускай вот вчера с руководителями правительств стран ШОС, или вот прилетала Меркель, я вижу в глазах руководителей других стран или удивление, уземление, или восхищение, поверьте мне. И это нам надо сохранить в наших людях. Потому что если у человека есть вера в душе, то он может реально свернуть город. Почему 300 спартанцев остановили 100 тысяч воинов в Ксеркс? У них была вера в душе, что их страна должна победить. Почему Александр Македонский с кучкой, с небольшой армией, пускай 10-20 тысяч человек, дошел до Индии через Персию и так далее, Афганистан? Потому что его воины верили. Почему какая-то страна, смотришь, процветает, или вот Исландия, 300 тысяч человек, а какие футболисты, какие продвижения в демократии. А посмотришь, самая богатая по запасам нефти и газа страна Венесуэлы. Ну продуктов нет, в Колумб ездят за продуктами. Потому что, во-первых, конечно, власть не туда пошла, и, во-вторых, у людей просто нет веры. И когда у людей нет веры, они опускают руки и просто живут, и думают, лишь бы душ там не травили. Мы реально сделали честные выборы в парламент. Представители Евросоюза сказали, нам надо у вас учиться. Вот сейчас Трамп говорит, у нас, говорит, в Америке, мы замечали на выборах в прошлом, что ездят люди на автобусах и везде голосуют за одного и того же. Это Трамп говорит, слушайте. Это называлось у нас карусель. И как после этого теперь наши эти американские НПО будут учить, как правильно проводить выборы. Так получается, правильно мы ввели биометрику. Президент призвал журналистов верить в страну, не сеять негатив, а быть всегда объективными, дарить людям надежду. Награжденные журналисты возложили цветы к памятнику Геннадию Павлюку, который семь лет назад был жестоко убит в Алматы кыргызскими спецслужбами. Он был одним из немногих, кто в бакиевские времена пытался сопротивляться и писать о том, что происходит.